Встреча с Архангелогородцами 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 Встреча с Архангелого UCLA Такое, значит, с международным приглашением очень интересных специалистов. И вот я уже прослушал сейчас, ну, полтора дня довольно много, примерно 20 докладов, значит, очень интересные доклады. И охватывается круг вопросов самый, так сказать, разнообразный. То есть, в первую очередь, именно, так сказать, природные ресурсы, экологические проблемы, технические проблемы в освоении. И самое интересное, это то, что в этом раз, в отличие от прошлых раз, когда мы собирались обсуждать арктические проблемы, значительно шире обсуждается медицинская линия, социальные вопросы. Вот когда у нас было прошлой осенью, значит, общее собрание Академии наук с проблемой освоения Арктики, это у нас бывает ежегодное собрание по научным проблемам. Вот в прошлом году была выбрана именно Арктика. Ну, и поскольку мне было поручено готовить это общее собрание Академии наук, то я должен сказать, что оно вызвало очень большой интерес как в общественности, так и особенно в научной среде. И приняли в нем участие уже и те специалисты, которые теперь вошли в Российскую Академию наук. Это Академия медицинских наук, Академия сельскохозяйственных наук, многие вузы. И я считаю, что вот там были уже намечены, так сказать, на общем собрании Академии наук весь тот круг вопросов, которые следовало бы обсудить здесь, когда будет решение о создании такого координирующего центра. То есть, на ваш взгляд, Арктика перестает быть только некой сырьевой базой, на нее начинают смотреть в более широком смысле? Да, я абсолютно в этом уверен, потому что Арктика, во-первых, значит, ну, входит в такую систему, я бы сказал, глобальных политических решений. Ну, как вы знаете, вот земляки мои, я уверен, что это знают, что Северный морской путь, вот, о котором, так сказать, очень давно уже написал Михаил Васильевич Ломоносов, что Россия богатствует ее будет прорастать северным морским путем, так сказать, и Сибирью. Так вот, интересным является то, что сейчас китайская, так сказать, линия крупнейшей страны, которая очень динамично развивает свою экономику, это они, значит, сосредоточили свое политическое внимание на развитии зон, примыкающих к шелковому пути. Ну, и, строго говоря, вот, когда я был последний раз в Китае полгода назад, там мы с руководством даже обсуждали этот вопрос о том, как его следует рассматривать. Это, конечно, ну, так сказать, линия, которую, так сказать, сейчас ведут наши политики, ведущие, наш президент, ну, и руководитель Китайской Народной Республики, это мы разделяем эту точку зрения. И Северный морской путь тоже попадает в эту категорию. Более того, это всем известно, что практически через Северный морской путь мы могли бы доставлять, ну, различную, так сказать, продукцию. С востока на запад. Да, с востока на запад. И за короткий более срок, чем поездами, автотранспортом и так далее. А востокий селье логистики, насколько логистически он конкурентно способен? Ну, ведь все-таки непростая территория. Ну, вот вы знаете, вот очень интересно, что перед самой передачей мы с вами перекинулись несколькими словами, почему тут вот здесь есть сейчас и японцы, и корейцы. Это мы аккорейцы. То есть, это 2,5-3 миллиона тонн нефти можно добывать с одной платформы. То есть, вы представляете, какая может быть производительность, если с одной буровой вы выполняете, так сказать, план по целому крупному месторождению, расположенному на континенте. Потому что с этой буровой можно бурить горизонтальные скважины, 40 скважин, и можно охватывать всю площадь месторождения практически за одну, так сказать, буровую, которая создана. То есть, это удешевляет процесс добычи. Такая техника колоссальная. Это всегда обсуждается, так сказать, техническое оснащение. Поэтому, ну, мы вот посмотрели то, что делает и будет делать все у Маши, делает «Звездочка» со своими предприятиями. Судостроение целиком здесь выступало очень так. Один из руководителей «Звездочки» Вадим Семенович Никитин теперь назначен руководителем института Крылова, который является у нас главным институтом, определяющим политику в судостроении. И я думаю, что эта линия, значит, вполне будет проводиться вообще в тесном содружестве, так сказать, с Центром и всем тем, что делается у нас в Архангельской области, в области судостроения. И вот вчера мы, значит, послушали широкий круг проблем, именно начиная с этого. То есть и технические средства, и проблемы решения социальных, так сказать, вопросов, включая медицинские, проблемы здоровья, проблемы адаптации, вот адаптационная линия очень сильно начала развиваться, когда-то в Архангельске, в Академическом институте. Теперь она звучит уже как одна из самых главных. То есть речь идет о том, что люди, отработавшие на Севере, как им быть дальше, где жить? Ну и как организовать сначала работу на Севере, чтобы не навести, так сказать, без, ну, такого серьезного, так сказать, ущерба, минимизировать, ну, что ли, эту нагрузочную часть северной арктической работы. Ну и дальше вторая линия. А как выходить из этой, так сказать, среды? Ну вот, как известно, очень многие, значит, проработавшие в заполярных секторах, рвутся там, где потеплее. Но вот тогда этот именно наш институт показал, академический институт, работающий в Архангельске, что это не очень хорошее решение. Скорее, как раз вот очень хорошо подходят южные районы нашей области. Там Вологодская, Ярославская, там, допустим. Почему? Потому что вот эти примыкающие к полярным областям области, они очень, так сказать, славянами хорошо осваивались. И опыт, так сказать, нашего государства показал, что в них можно организовать очень высококачественные жизни, и никаких здесь не возникает противодействий, противоречий. Есть возможности, по крайней мере, природные, так сказать, существуют вполне. А вот юг в этом смысле, он для полярников не очень благодарен. Потому что на юге люди, так сказать, адаптируются с трудом в возрасте, и они, к великому сожалению, рано уходят из жизни. Это, так сказать, набралась статистика, достаточно хорошо известная. Я вот тоже проработал, между прочим, много лет в Средней Азии, и когда снова вернулся в центральный район, то почувствовал, что это все-таки легче несколько, чем там. Но если вернуться к геополитической притягательности Арктики, вот насколько серьезны амбиции наших стран, наших соседей? Ну, во-первых, все-таки надо, значит, сказать, что природные ресурсы не остаются в стороне. Это важный вопрос. Я бы не хотел только сказать, ну, что это именно самый главный вопрос. Но, тем не менее, значит, ну, мы все знают, наверное, и архангелы и родцы тоже, наверное, не один раз слышали, что у нас, допустим, из Ямала на немецком округе только в одном доме-то было, ну, по-моему, сейчас уже более 17 триллионов кубометров газа. Это фантастическое количество вообще углеводородов. Ну, и сейчас Ямала остается, так сказать, одним из главных источников газа вообще в мире. И я думаю, что нефтяные месторождения будут еще открыты дополнительно. Так что топливоэнергетическая проблема, она была и остается, и долго будет. И будет расти еще долго. Но я хотел бы подчеркнуть, что мы-то здесь рассматриваем не только именно вопросы, связанные с освоением топливноэнергетических ресурсов, а весь комплекс вопросов. Ну, например, не могу не сказать, что сегодня вот были доклады, посвященные анализу арктических стратегических металлов и полезных ископаемых других. Ну, всем хорошо известно, что, допустим, сельское хозяйство развивается на базе комбинированных удобрений, удобрений фосфатных. Ну, а где они добываются? Это основная часть фосфатных удобрений добавляется на Кольском полуострове. Это крупнейшее апатитовое месторождение мира. И, кроме того, значит, вот газ, соединенный с апатитами, например, с калийными солями предуралья, дает крупные комплексы удобрений. Удивительно, так сказать, популярные в мире, и мы производим их очень много. Компания, значит, Акрон производит, так сказать, вот очень большой комплекс. То есть не углеводородами едиными? Да, не одними углеводородами. Вот сельское хозяйство мы собираемся развивать. Сразу здесь привлекаются и калийные соли, и фосфаты, и газ. Потому что там, значит, аммиак нужен, нужен, значит, фосфор, нужен калий. И эта компания работает очень хорошо и продуктивно. И, кроме того, она теперь еще и набирает силу, производя комплекс редкоземельных элементов, которые идут в микроэлектронику, в связь, в телекоммуникации, вообще в оборонную отрасль. Таким образом, когда мы, значит, начинаем более глубоко смотреть этот вопрос, то всегда мы видим, что, ну, там, в данном случае мы говорим о топливе, так сказать. Не только одно топливо. И когда мы присоединяем другие проблемы, в которых у нас хватает, сразу они обрастают еще комплексом. Вот мы уже говорили, что это, что такое платформа такая. Корейцы присутствуют здесь. Они, значит, очень внимательно относятся уже к освоению и других полезных ископаемых. Готовы еще одну платформу построить. Да, могут и платформу поставить, а могут, кстати, они нам и поставляли в советское время, вот когда я работал председателем ГКНТ, примерно 10 миллионов тонн тонкого катаного листа для производства автомобилей, холодильников, телевизионных этих камер и так далее. То есть в этом смысле это очень высокоразвитая промышленность. То есть борьба за Арктику, она будет усиливаться? Да. Борьба за Арктику, я думаю, что в тяжелом таком состоянии, вплоть до столкновения, не будет. Потому что, ну, опыт вот теперь Ближнего Востока и все то, что вы видели все на экранах, наверное, вот обсуждалось на Организации Минонных Наций. И я вот тоже был, значит, вместе у Банги Муна на Фокусиме, когда произошла эта авария. Все, так сказать, настроены на то, чтобы обходиться от таких прямых столкновений и очень ярких противопоставлений политик и всего прочего. И я не сторонник того, что тут есть какая-то проблема, по которой мы можем столкнуться, как говорят, в лобовую. Ну, говоря о слове борьба, я имел в виду в том числе заявку на расширение границ нашей экономической зоны в Арктике. Мы уже, в общем-то, первая попытка прошла неудачно. Сейчас идет формирование новой заявки. Это верно, это верно. Напомню, речь идет о принадлежности подводных хребтов Ломоносова и Менделеева к континентальному шельфу российскому. Все правильно, да. Как вы считаете, вот нашу позицию услышать? Я вообще как раз возглавлял эту работу по научному обоснованию этого нового предложения. Действительно, оно очень большое и серьезное. У нас создана была комиссия Министерством природных ресурсов. И был перечень, сформирован, так сказать, совет, который мы вместе, значит, с теперешним министром природных ресурсов ведем по тем работам, которые надо выполнить. Выполнен огромный объем работ по исследованию дна Арктики. Потому что, по сути дела, граница, значит, освоения ресурсов проводится не по воде, а именно по дну. Поэтому вот то, что вы сказали, это очень важно, что мы выходим теперь уже не так, так сказать, наскоком. Мы подготовились. Да, мы подготовились серьезно. Более того, значит, вот мы, значит, доложили, во-первых, мы напечатали в английской версии наше научное обоснование притязаний. Потом, во-вторых, я выступил в Соединенных Штатах на съезде геологов и геофизиков, которые являются главными нашими оппонентами. На конгрессе геологов и геофизиков в прошлом году в Австралии выступили наши коллеги. Потом я выступил в Финляндии с этой концепцией нашей. После в Дании, которая играет очень важную роль. Ну и, наконец, у нас были контакты тесные с канадцами, но уже в Москве. Таким образом, мы практически со всеми пятью странами и с Международным арктическим научным комитетом, который собрал, так сказать, вот в прошлом году здесь, в Архангельске, всех руководителей этого комитета. Мы рассмотрели вопросы, которые были проведены, крупных работ. И я полагаю, что вообще в основных, так сказать, выводах у нас нет противоречий между научной общественностью. Конечно, несколько подпортят в этой ситуации политические амбиции отдельных стран. И это так, в общем-то, мы и ожидаем для нас. Но, тем не менее, вот в Соединенных Штатах, когда мы докладывались, среди научной общественности не было практически никаких возражений против нашего подхода. И здесь речь не идет не только о хребте Ломоносова и Менделеева, но о долине подводников, потому что фактически вся эта структура, так сказать, ну, та половинка, которая нам, так сказать, до полиса всегда пролежала. Все это наше. Да, но это все подходить под наше влияние. Ну, у нас огромный шельф. И этот шельф, я хотел бы вот своим землякам сказать, что нами проведена огромная работа по тому, как этот шельф развивался. То есть мы теперь установили, что он образован вообще затоплением евразийского материка примерно за последние 10-12 тысяч лет. Это совсем молодой шельф. Конечно, то есть в нем, допустим, выбурено даже сейчас остатки, так сказать, ландшафтов с кораблей. Ландшафты все тундровые, до 500 километров, например, на Чукотке от края, от берега до моря. Вот 110 метров глубина идет на 540 километров от берега. Представляете, какая ширина этого шельфа. Это так визуально не представить. Ну, вот вы когда посмотрите на эту карту, если у кого-то есть географические карты, вы увидите, что все есть такой светло-голубой тон. Это именно весь наш, включая все острова и, так сказать, всю эту линию, касающуюся новой земли, земли Франции, Иосифа, а с той стороны, значит, и Врангеля остров и так далее. Так что шельфовая зона огромная. И, конечно, значительная часть мы вносили, что не только часть хребта Менделеева и этого самого, значит, Ломоносова, но и долина подводников, разделяющая их, она тоже принадлежит, так сказать, под нашему влиянию. Но пройдет это все или не пройдет, с точки зрения, так сказать, ну, я думаю, что наука, она открыта. Мы обсуждаем это, ни от кого ничего не скрывая. Те вообще материалы, которые мы представили, они действительно очень объемные. Значит, можно читать, смотреть и обсуждать на серьезном уровне. Меня поразило, что на сбор доказательств было потрачено около 2 миллиардов рублей, а вот все документы, все геологические доказательства, они занимают объем с 5-тонный контейнер. Это так для понимания. Это, наверное, что находится, карты, разрезы, значит, керны некоторых пород, которые пробурили и так далее. Дело все в том, что работа в Северном Ледовитом океане для того, чтобы дно изучать. Это действительно надо ведь отобрать породы дна, надо их проанализировать, определить их возраст, состав, магнитные, так сказать, характеристики магнитологические, потому что эти нам характеристики дают возможность ценить, а где же эта порода находилась, допустим, несколько миллионов лет назад. То есть движение китонических структур? Движение континентов-то осуществляется, вот так сказать, они меняют положение. Ну, допустим, разъезжается Атлантика, Тихий океан. То есть мы это все сейчас из космоса меряем скорости определяем, с какой скоростью сжимается, допустим, Кавказ, такие горы, как вот. Вот все эти землетрясения, которые проходят в широтной зоне, там, в Тибете и так далее, они связаны как раз с движением материков. Ну и вот, так сказать, все зоны, так сказать, контакта океанов с материками, они все сейсмогенные, потому что эти плиты океанские, плиты континентальные сталкиваются, и получается очень, так сказать, большая разрядка энергии, понимаете, вот цунами эти возникают. Так что, в принципе, это дорогие, очень сложные работы. И они, значит, вот наши и военные принимали участие, потому что действительно у них есть средства. Значит, мы с комиссией, которая работает в Министерстве обороны, очень тесно сотрудничаем. Ну и все, так сказать, те, кто имеют глубоководные аппараты, вот у нас Академия тоже имеет уникальные аппараты, и мы, так сказать, отбирали, так сказать, терны, пробы, и написано куча статей, напечатанных во многих журналах. И главное, что в отличие от прошлых лет, все эти, так сказать, наши выводы, обоснования написаны в английской версии, и опубликованы в ведущих журналах, и доложены на ведущих конгрессах, геологов в Австралии, геологов и геофизиков в Шрайдере. Да, я считаю, что это как раз вот очень важно, что мы именно учли опыт прошлого представления. Ну, я еще раз повторю, что в прошлый раз, когда вступали, ну, раздавались такие голоса, что так, с кондачка это не получится, надо так. Но, тем не менее, значит, вот решили сходить, ну, сходили один раз. Попытка не пытка у нас, говорят, да? Ну, в принципе, я считаю, что вообще вот это вот подталкивание, ну, так же, как санкции сейчас нам помогают сильно развивать сельское хозяйство, так это в характере, наверное, вообще наших людей, вообще так раньше советского человека было, но теперь в целом, вот, так сказать, наших людей, это пока, так сказать, не толкнут, он не заводится. А вот он, значит, он заводится и делает это все до такой степени, что остановить трудно. Вот, к слову о санкциях, насколько серьезно антироссийские, да, санкции оказывают влияние на работы по освоению Арктики, вот, допустим, тоже технология глубоководного бурения, она осталась под запретом? Ну, вы понимаете, глубоководное бурение, это действительно особый, так сказать, характер бурения. Дело все в том, что американцы добывают, значит, сейчас примерно 70% своей нефти. Из глубоководных зон глубокая вода, сразу говорится. Это 2000 метров воды до дна, а потом дно надо бурить. Так у нас те зоны, которые осваивались на шельфе, так сказать, арктическом, они бурились на глубинах 100 метров, а не 2000. Поэтому запрет этот такой, от продажи оборудования нам на глубоководное бурение, он нас не трогает ни капли. А вообще в целом санкции? Да, а в целом санкции, разумеется, трогают. Потому что вот освоение многих других, геофизические работы, там очень высококачественные, вот эти вот вопросы, связанные с наклоном и бурением, такая техника, которая нужна. Ну и, конечно, очень важен здесь, так сказать, опыт организации бурения, так сказать, в шельфовых зонах. Ведь, строго говоря, в ледовых условиях американцы очень здорово в Аляске это делали. И мы никогда не пренебрегали, так сказать, зарубежным опытом. Я многие годы работал в Министерстве геологии, вот так сказать, в Комитете по науке и технике, в Академии наук. Мы всегда старались сделать таким образом, чтобы чужой опыт использовать. И это полезно. И я и сейчас считаю, что вообще запрет этот, он ничего не остановит. То есть, все равно продолжают ученые между собой общаться. И мы получили от тех же американцев, от моих коллег, вообще, что, пожалуйста, давайте продолжим работу. Вот сейчас вы видите, что здесь. Ну, бурить мы пробурим на этих глубинах и без всяких сложностей. У нас есть и техника. Но дело заключается в том, что сама обстановка, так сказать, вот это противостояние, она не способствует. Поэтому американцы, как мне кажется, вот после теперешнего, так сказать, ясного выражения, так сказать, наших мыслей, сделанных президентом, как мы собираемся дальше жить, и мы видим, что вообще такой резонанс очень крупный идет. Но вы уже отметили, что наука, она вне политики. В общем-то, у иностранных партнеров есть понимание того, что нужно работать вместе. Надо делать, так сказать. Ну, это только одни пока украинцы, так сказать, запретили нам работать совместно. Остальные все готовы работать с нами вместе. Если вернуться в Архангельск, Ломоносовский фонд тоже поддержал создание федерального центра. Проводятся ломоносовские чтения. Вот как вы оцениваете эту работу? Ну, я считаю, что да. Я, значит, вообще вот являюсь все-таки президентом Ломоносовского фонда. И поэтому, естественно, что я... Большая гордость у меня, что вот Владимир Владимирович Путин посещал, так сказать, наш фонд. Это было событие большое. И он знает о том, что этот фонд действует, что он является, ну, так, продуктивным фондом. Жаль, конечно, что это не тот фонд, который может очень сильно поддерживать науку, допустим, больших ресурсов. С точки зрения финансовой. Потому что, допустим, 15 лет работал фонд поддержки академической науки, значит, который сформировали, значит, Абрамович, Дерипасский, Мамут. Вот я тоже был, так сказать, его представителем пописительского совета. Могу сказать, что они давали 10 миллионов долларов в год в этот фонд. И мы поддержали в тяжелый период, вот когда у нас очень 90-х годов, большое количество молодых ученых. И ученые перестали уезжать, вы понимаете. Поэтому вот такого рода фонды, они все-таки должны существовать. И они теперь созданы и государственные. И я думаю, что и частные тоже могут существовать. И, в общем, крупные компании должны поддерживать такие работы. Но у нашего фонда несколько другого. Но наш фонд, он все-таки, значит, не имеет такого большого финансового, так сказать, резерва. Но вместе с тем он имеет очень хороший моральный фактор. Потому что Ломоносов, он все-таки знаменем российской науки, да и многой мировой передовой является уже многие столетия. Поэтому это помогает действовать. И вместе с тем есть одна линия, которую мы так нащупали хорошо. Это то, что крупные организации, учреждения, фирмы, они подкидывают все-таки небольшое количество денег, на которые можно проводить мероприятия общественные, собираться ежегодно, вот весь в Архангельске. Ну, проводить вообще награды, значит, тем ученым. Это все премии Ломоносовские. Так что в этом смысле я считаю, что фонд Ломоносовский имеет авторитет. Он у нас действует как филиал в Ленинграде. Вообще в Санкт-Петербурге все было в Ленинграде организовано. Это и по логике его деятельности, несомненно, мне кажется, что сейчас вся задача заключается в том, чтобы и фонд включить в эту работу по созданию именно такого центра, который сейчас, так сказать, создается, который мог бы действительно продвинуть вперед решение многих вопросов, связанных с освоением Арктики и арктические задачи. Ну, вот мне кажется, что они в основном должны быть связаны с подготовкой кадров для работы в этих условиях, решением социальных программ, проблем. Но Северный морской путь осваиваться будет, я уверен. Значит, надо создавать базы, где, так сказать, флот будет базироваться. Но я так полагаю, что если пойдут большим потоком грузы, то нам надо думать о глубоководном порте Евро-Архангельска, потому что мы имеем железнодорожную ветку, так сказать, связать ее с Уралом частично и так далее. Тогда пойдет на Урал продукция для промышленности. А товары разные, широкие, они могут идти, так сказать, по дороге северной, которая известна во всей стране как одна из лучших дорог железных. Поэтому я полагаю, что, в общем-то, вот эти вот социальные проблемы, транспортная инфраструктура, медицинские проблемы, проблемы расселения, создание условий, при которых легко можно было бы реабилитировать тех людей, которые теряют здоровье, что там говорить, вот в условиях Арктики и Арктических. Так что сегодня рассматривается более широкий круг вопросов. Именно тех, которые в первую очередь направлены на человека. Вот это я бы хотел подчеркнуть. Вот это вот очень важно. Значит, технические проблемы, они решаются, ну, может быть, с позиции, вот только, ну, так сказать, ядерной, судостроения, использования энергетических установок ядерных более широкой, чем раньше была одна Билибинская станция там у нас, допустим. Значит, вот поэтому я еще хочу моих коллег из Севмаши, из Звездочки поздравить. Только что мы сейчас отмечаем 70-летие создания атомной отрасли. Очень широко отмечается, кстати, я вот только что был на Маяке, это на Урале. Мы там отметили, это там, где получили первый оружейный Уран, Плутоний, значит, Уран. Ну, и где были очень тяжелые аварии. Так что это тоже факт, и это тоже нельзя пропускать мимо ушей. Поэтому я считаю, что вот нужно поздравить наших друзей, значит, из этих городов, которые используют атомную энергию успешно и очень важным направлением. Ну, и далее, значит, полагаю, что и медицинской части надо очень активно включиться в это. И адаптационные процессы шире развивать, и реабилитацию тоже. И, наконец, законы, вы понимаете. Вот к великому сожалению, это вот наше собрание в Академии выявило, что вообще правовая часть, та, о которой вы сказали, ну, как бы распоряжение теми акваториями, в которых вы начинаете работать, это только маленькая часть всего того, что надо было бы вложить, вот так сказать, в пакет законов по Арктике. Даже вообще у нас вице-президент Хамриева даже высказал такое предложение создать кодекс, то есть целую группу законов. То есть это что делать, так сказать, как людей поощрять, вот тех, которые там работают, как развивать социальную структуру, чтобы законодательно это было определено, как они должны расплачиваться за это, какие услуги они могут получать от государства, или так, или от фирм, а это требует регламентации, это требует свода законов, по сути дела. И я эту точку зрения в полной мере разделяю, потому что, к великому сожалению, вот у нас еще до этого руки не доходили, так сказать, но сейчас настало такое время, когда настает вот, что мы можем это сделать. Это можно сосредоточить силы юристов, сравнить это все, что мы делаем с теми странами, которые продвинулись в этой области достаточно хорошо, ну, те же норвежцы, например, финны, ведь мы же знаем страны полярного, так сказать, круга, и они все, ну, не находятся там в конце, так сказать, таблицы развитых стран, они все находятся на уровне приличного развития, более высокого, чем мы, прямо надо сказать. Ну, Канада, допустим, та же, Швеция, значит. Ну, и, наконец, вообще расширить вообще этот круг ресурсов, которые надо. Ну, значит, и биологические ресурсы, и экологию надо, значит, очень тщательно сейчас взвешивать, потому что ресурсы биологические, они теснейшим образом связаны с решением этих проблем. Так что вот это все у нас пока, так сказать, не очень активно делалось. Как-то было все сосредоточено только на топливных энергетических ресурсах. Мы поняли, что взгляд 100 миллиардов, так сказать, вот углеводородов, тонн, или, там, если переводить в газ, то это, значит, надо каждый миллион тонн нефти, это тысяча миллиардов кубов, да, тысяча миллиард кубов, тысяч тонн. Вот, это такая ситуация. Так что, то есть, одна тонна нефти, это, так сказать, тысяча кубометров газа, чтобы было точно, так сказать, размерность. Поэтому, значит, действительно, вот эта линия, она, конечно, важна, но не она является, мне кажется, главной. Главной является то, что вообще освоение Арктики, оно потянет за собой, значит, решение очень крупных вопросов, которые затронут многие наши территории, которые располагаются близко к Арктике. Ну, допустим, вот более южной области даже при адаптации, так сказать, населения, при развитии промышленности необходимой для этого. И вот судостроение мы уже вчера обсуждали. Очень, так сказать, это несомненный будет рывок, это определенно. Ну, и, конечно, Архангельской области, поскольку 7 наших муниципальных образований непосредственно уходят в арктическую зону Российской Федерации. Несомненно. 650 тысяч человек, проживающих там, третий – это жители Архангельской области. Да, я думаю, что Архангельский, почему Архангельск был и выбран, потому что, действительно, губернатор вышел с этим предложением, и он хорошо представляет себе всю сложность этих проблем, поскольку опыт работы имеет в этих областях. И вот и судостроительную отрасль нам надо развивать, как одну из важнейших областей машиностроения, я считаю. Ну, и потянуть за этим всем решение социальных проблем. Это же социальных, медицинских, образовательных. Это, мне кажется, для Архангельской области очень важное решение. Потому что Архангельская область, я вот выступаю здесь на вступительном слове, я сказал, что традиционно вообще, начиная с Ломонозовских времен, всегда была, так сказать, впереди всех по освоению этих регионов, примыкающих к Арктике. Ну, и сейчас условия созданы для этого. В принципе, значит, я полагаю, что имеются и гудовская часть, и судостроительная, и космический, так сказать, полигон, и очень многое другое. Ну, и, наконец, алмазы такие, так сказать, месторождения докладывают, это же крупнейшее месторождение в мире, алмазы будет, трубка, гриба. 300 миллионов карат – это фантастические запасы. Поэтому я думаю, что это еще и этим не исчерпывается, все богатства Архангельского область. Значит, у нас еще будет повод поговорить с вами. Да, я думаю, что будет. Спасибо большое, Николай Павлович. Я лишь замечу, что минувшим летом мы особенно близко почувствовали близость, простите за тавтологию, арктического региона. Ну, да, это верно. Поэтому приезжайте чаще и привозите частичку душевного тепла и, конечно же, новые проекты. Ну, я желаю всем дорогим моим землякам здоровья крепкого, веры в лучшее будущее, в то, что у нас всякие эти конфликты, у нас не втянуты, что мы будем продолжать строить мирное, серьезное, очень нацеленное на человека-государство, в котором будет значительно больше счастливых людей, чем было раньше. Спасибо. Спасибо большое. Это был академик Николай Лаверов, и это была программа «В центре внимания». Всего доброго и до встречи в эфире.